привет мои хорошие сегодня я решила снять для вас видео как я провожу день ну я не знаю все ли я смогу вам сегодня показать но по крайней мере что-то да покажу ну в общем утро началось с того что я привела себя в порядок уже одно видео сняла и сейчас села его монтировать вообще у меня был небольшой перерыв если вы заметили ну вообще хочу сказать сейчас пока лето я наверное буду все-таки снимать реже видео потому что не всегда у меня получается по времени снять и хочу сказать что у нас очень сильная жара в ростове у нас лето началось наверное с начала апреля по крайней мере я окна уже залепила пленкой в первых числах апреля уже началась жара при том что тогда еще топили батареи до середины апреля у меня дома была сауна у меня дома было 30 градусов и чтобы комната не накалялась еще сильнее мне пришлось заклеить окна в начале апреля никогда такого не было и вот с начала апреля жара продолжается но немножко там где-то были дожди они скоротечные быстро проходили и в общем сейчас выше 30 градусов у нас жара и с утра уже душно я целый день сижу дома под сплетом открываю окно на ночь только уже где-то часов в одиннадцать и допустим если вот часов восемь я просыпаюсь немножечко проветриваю сквознячок устрою если ветерочек есть ненадолго и опять включаю сплетнут в 9 утра уже было 30 градусов и уже стало душно в общем под сплетом целый день сижу на меня жара очень плохо влияет в общем я так обнаружила что жару переношу я хуже чем наверное холод хотя холода в общем-то особо летом зимой вернее нету от жары я просто таю я не такая вялость у меня сон клонит никаких сил нету давление понижено и в общем не кофе ничего не помогает поэтому сил нет у меня даже снимать если даже время выдается я думаю что летом надо больше все-таки отдыхать набираться сил а может куда-то там кто-то пойти поехать может ну и я обычно никуда не езжу только к дочке и домой все и больше наверное нахожусь все-таки в помещении выхожу в основном магазин там или куда-то по делам но быстренько 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 и быстрее домой потому что жару переношу очень уже наверное видео у меня не выходило целую неделю даже у меня уже в директ в инстаграме в директ уже написали что что случилось почему не снимаете давно не выкладывали ничего но хочу сказать в инстаграм я давно действительно ничего не выкладывала фотографии потому что в принципе но у меня не всегда удается снять если даже есть что снять обычно у меня в этот момент я очень занята ребенком допустим руки заняты могут быть нет возможности там достать фотик снять поэтому в общем выкладывать особо нечего но что-нибудь может найду я выложу вам в инстаграм из фоток а что касается видео ну будут такие перерывчики может быть неделю не быть видео поэтому сейчас в общем снимаю меньше потому что я уже сказала что у меня на это просто либо нет времени либо нет сил вот но сегодня что-нибудь поснимаю для вас сейчас я села монтировать видео сейчас я его смонтирую выложу я вот как раз получила заказ faberlic я его отсняла для вас в общем то снимать его легко и быстро так как я сижу на месте все показала обзорчик и сняла влог снимается уже дольше и он снимается кусочками урывками поэтому влог выйдет позже чем faberlic сегодня может быть даже что-нибудь приготовим вместе с вами что-нибудь такое по-быстрому чтобы долго не показывать потому что я так смотрю что не очень интересно вам смотреть видео там приготовления разные поэтому я думаю что отдельным видео я не буду это снимать я просто во влог это все сниму лишь если что-то будет еще интересное я вам тогда покажу а сейчас позвольте мне закончить монтаж чтоб я уже побыстрее вам выложила одно видео и потом занялась уже чем-то другим еще хочу сказать вот у меня сейчас включены лампы хотя на улице жара на улице солнце но так как у меня окно заклеена пленочкой уже здесь тень и сейчас солнце еще не развернулась мою сторону пока у меня теневая сторона получается поэтому я включаю лампы и снимаю под лампами но буду снимать в разных ракурсах и по-разному так что оставайтесь со мной посмотрим что дальше будет ну а сейчас я подошла к окну чтобы показать вам вот смотрите у меня уже пленка на стеклах кстати пленка клеится очень легко просто водой намочили пленку приложили тряпочкой мокрой разгладили и все пленочка держится вот градусник я вам хочу показать вам видно градусник уже 32 градуса на улице хотя это теневая сторона у меня еще пока что солнце не вышло еще пока что тень так что вот так мои дорогие вот я запечатана вот у меня сплит включен и вот так вот приходится сидеть дома вместо того чтобы гулять на воздухе наслаждаться свежим воздухом какой там он свежий там уже парилка духотища и невозможно даже дышать вот так что воздух у меня свежее более комфортнее дома вот так проводим лето под сплитом заперти зимой заперти летом заперти я ждала весну думала весна буду там на вольт на улице больше прохлаждаться воздухом дышать ну по крайней мере окна открыты но весна у нас была коротюсенькая не заметила как она проскочила в общем сразу как-то началась жара и духота вот так мы дорогие ну что мои хорошие в общем завозилась я со своим видео и принципе пол дня уже можно сказать прошло уже пятый час и то что я собиралась сделать с мясом хотела сделать ваш но решила просто сделать отбивные вот порезала такие кусочки часть их просто поколочу молоточком обваляя в яйце и панировочных сухарях но посолить соответственно и просто обжарю на сковородочке в общем-то для съемок не очень удобные условия ну как могу так снимаю в общем отбила немножечко я мясо сильно отбивать не могу меня нет на это силу просто обваливаю в яйцо и сухари и на сковородку и на сковородочку это когда надо по-быстрому знаете приготовить и не знаешь что и уже нету ни сил ни времени ничего самое удобное это то что взять кусочки мяса отрезать поколотить обвалять положить на сковороду и получается в принципе очень вкусные отбивные вот прекрасно улеглись на сковородочку сейчас я их обжарю с двух сторон и готовы жарятся они недолго ну от силы 20 минут пока жарятся мои отбивные я сейчас хочу выложить на youtube уже вам видео уже вывод фильма завершён много времени конечно мне на это ушло но я всегда это все делаю медленно дочка у меня это делать быстро так что я сегодня ничего не приготовила особенного хотела приготовить ну сейчас я отбивные пожарю и свежие овощи помидорчики огурчики там в общем покушаю такое все как сказать сухой паёк будет у меня ничего горячего не приготовила сегодня но приготовлю завтра я надеюсь если завтра ничего не изменится если срочно не приедет дочка и не так как я делаю сразу два дела а вообще сериал смотрю интересный полярный круг но в общем по крайней мере там детектив расследование мне нравится я люблю детективчики смотреть сериальчики и пока дочки нету с внуком в общем-то я под сплитом хотела бы отдыхать а чтобы не сидеть напрямую под сплитом он очень дует на мой столик где обычно я в уголочке сижу монтирую фильмы мне пришлось сесть за журнальный столик поставить сюда ноутбук и монтировать здесь но у меня уже и ноги устали сидеть в таком положении спина и мне уже хочется лечь вытянуть ноги ничего не делать так что наверное вот хотела снять вам сегодня свой день я собиралась магазин сходить но ничего уже такого делать не буду ничего уже больше и наверное снять вам сегодня и не смогу сейчас закончу все это дожарится покушаю выложу видео и лягу буду отдыхать на сегодня хватит а завтра посмотрим что будет завтра в общем-то я завтра продолжу наверное снимать этот урок заканчивать сегодня не буду раз я вас сегодня ничем таким не порадовала хотела а то вы наверно за мной соскучились да давно меня не видели давно и не выкладывала видео не выкладывала целую неделю но сегодня я выложу фаберлик поэтому какое-то время еще будет что смотреть а этот влог уже выйдет на следующей неделе но все пошла жарить дальше мясо свое вот мой ужин такой скромный свежие овощи вчера только огурчики с огорода сорваны пила у своей знакомой свой огород и вот отбивные все сейчас поем и буду смотреть уже свой сериал выложила я вам видео теперь буду отдыхать сегодня отдыхаю всем доброе утро ну вот наступил день следующий честно говоря он у меня наступил еще в пять часов утра я проснулась мне не спалось я кофе пила потом компот сварила в общем потом легла уже часов девять наверное или раньше и уснула и поспала еще чуть-чуть час проснулась в общем вареная никакая честно говоря не краситься не хочется ничего 7 часов утра была уже духота у меня было открыто окно дверь открыла сквознячок сделала уже 7 часов утра все я уже по закрывала включила сплит лежала смотрела смотрела и уснула короче говоря включила еще видео своей дочке и смотрю она садится там машину и говорит такая жара что хочется сидеть дома под сплитом и даже прям полежать поспать потому что вареная ничего не хочется делать вялость такая в сон клонит да это так и я честно говоря лежала лежала и в общем думаю ладно думаю надо доснять видео в конце концов я начала его снимать в общем что я хочу вам сказать мои дорогие вообще наверное скорее всего вот пока вот эта жара не пройдет может быть это будет все лето продолжаться мои видео наверное будут выходить скорее всего где-то наверное раз в неделю потому что снимать действительно мне очень тяжело и в основном я нахожусь дома мало куда вообще выхожу мало куда хочется выходить и везде все по-быстренькому и все вот я тут лежу обычно в такой вот своей какой-то распашонке и не хочется даже вот сарафан одевать чтобы сняться вот ну вот как то так дочка сказала не напрягайся если вот смотришь по настроению так и снимай но в общем-то действительно чего напрягаться вот но сейчас я просто хочу во-первых приготовить себе обед и хочу попробовать сухой шампунь который я взяла faberlic вот у меня как раз позавчера голову мыло а сегодня по идее нужно ее бы было бы помыть но так как я никуда сегодня не собираюсь и голова не в принципе не такая грязная чуть-чуть там волосы может быть на корнях немножко пожирнели вот поэтому как раз у меня есть повод сейчас попробовать вот этот сухой шампунь сейчас я его возьму и попробуем в общем вот этот сухой шампунь faberlic но кто смотрел faberlic я показывала его уже я почитала здесь написано его нужно встряхнуть и на расстоянии 20-30 сантиметров от волос побрызгать на пряди волосы распределить и через 30-60 секунд можно расчесать посмотрим не знаю там будет с него пылить что-нибудь или нет вообще я знаю дочка я видела она только в ванной это все делает я думаю что наверно сейчас я зайду туалет и там попшикаю пойдемте вместе странно то что здесь почему-то не нажимается эта штука может тут надо что-то срезать вообще дела наконец-то открыл это у меня наверное руки как крюки а Субтитры сделал DimaTorzok Ой, кошмар Кошмар Хорошо, что я зашла в туалет Ну, во-первых, запах, естественно Сейчас бы полная комната была бы этим запахом Вот Сейчас немножечко они влажные Чуть-чуть они должны, видимо, высохнуть Я так понимаю Ой Ну, так вроде бы на ощупь Вот вроде бы как стали они как сухие Да Я думаю, что это как раз Хорошо Да В принципе, мне нравится вообще эта штука Да, это вот действительно Когда помыть голову некогда Вот у меня где жирность была у корней И сейчас на ощупь ощущаю Что они прям сухие Корни Ладно Так, ну ладно Голову помыла Сухим шампунем, правда Так, что еще я хотела сегодня сделать А, готовить собралась Хочу я сейчас в мультиварке Не буду печку включать, чтобы от печки жар не шел В мультиварке сделаю овощную рогу Положу туда кусочек мяса с лучком Обжарю И закидаю туда все это овощами У меня там есть пара кабачков Одна штучка баклажан Помидоры есть Болгарский перец Если будет мало Я туда картофелину добавлю В общем, все, что есть из овощей Покидаю Буду сидеть здесь резать Потому что я включаю сейчас Какой-нибудь сериал Буду смотреть и резать О, еще что хочу показать вам Ножик Неожиданно мне достался нож Я в магазине в пятерочке Когда на кассе расплачивалась Мне кассирша говорит У вас там накопилось баллов На нож Вы можете взять нож Значит, я доплатила 100 рублей А нож стоит 599 Я заплатила 99 рублей В общем, за него Остальное все баллы И, в общем-то, я хочу попробовать Ну, вроде бы здесь хорошее лезвие Я этим ножом сейчас хочу попробовать Порезать что-нибудь Нож я выбрала Ну, чтобы доплачивать меньше Я взяла такой универсальный Вообще, как-то брала я нож Другой фирмы И хорошая очень сталь Мне нравится Ну, и вот этот взяла Вот удобный Я люблю такие ножи Сейчас я его помою И попробую им резать В общем, девочки Ножичек я помыла Сейчас я попробую им порезать мясо Ой, он очень острый Прям мне это нравится Замечательно Вообще, вот прям режет легко-легко мясо Ну, и хорошо Даже прямо осторожно надо резать Потому что можно порезаться Он прям как лезвие Такой острый сильно Даже страшно Прямо боюсь резануть по пальцам Честно говоря Ну, вот такое небольшое количество мяса Пойдет мне на рогу Ну, все Мясо с луком я нарезала Это уже отложила на зажарку И решила сейчас сразу уже порезать овощи Но овощи вот у меня Вот то, что я нашла у себя в холодильнике Перчик, помидорчика два Вот этого чуть-чуть Если бы было больше кабачков и баклажан Я бы положила больше Но вот, сколько есть, столько есть А идти на улицу в магазин Мне не хочется выходить вообще Если мне этого будет мало То я туда могу добавить, в общем-то, капусту или картошку У меня капуста, картошка есть Так что, все Сейчас я буду это все резать кубиками И потом отправлять все в мультиварку Вообще, я вот это вот не собираюсь резать мелко Мне, в принципе, вот даже вот такой кабачок Я думаю, раз пополам порезали Даже можно и вот еще и вот так вот Раз и раз Ножом новым режу, боюсь Он очень-очень острый Вот такими вот достаточно кубиками Все это сейчас нарезать Ну, в общем, в мультиварке я поставила режим жарка 10 минут Чуть-чуть масла сюда Лучок кинем сейчас сначала Пускай нагреется масло Потом мясо кину Вот я нарезала овощи Все кубиками нарезала Ну, в общем, неважно каким размером Там кому как нравится Ну, я не люблю сильно мелкие Чтобы оно как каши не было Чтобы кусочки остались Главное, чтобы они все равномерно потом проварились Потому что это будет потом вариться Ну, вот масло нагрелось Лучок уже обжаривается Кидаю туда тоже мясо Тоже обжариваем с ручком Мясо это, оно не столько обжаривается Просто надо, чтобы оно закупорилось И все Поэтому помешиваем Ну, в общем, режим жарки закончился Теперь можно туда закидывать овощи все Ну, у меня кастрюлька не полная получается Поэтому я еще пару картофелин Сюда решила добавить Чтобы уже был полный у меня комплект Ну, при том картошка на сытность придает А если кто-то на диете Картошку не надо ложить Хотя, смотрите, как хотите Ну, все, теперь Это можно, в принципе, сразу посолить Но я предпочитаю вкусную соль Можно солить позже Но лучше просто меньше открывать Потому что, когда открываете, пар выходит Оно будет медленнее готовиться И налить сюда где-то, ну, примерно стакан воды Лучше горячее, чтобы оно быстрее закипело Даже не стакан, скорее всего Вот у меня пол-литра здесь в кастрюле В чайнике Но я пол-литра и налью, ладно Просто потом сок даст, чтобы не было слишком жидкое Но я не люблю сильно жидкое Еще лавровый листик я сюда кладу Ну, зелень, правда, в самом конце Зелени у меня чуть-чуть Сколько есть, только положу Можно сушеную зелень положить И все, закрываю я режим Я поставлю режим тушения Примерно, ну, может быть, на час Вот так Тушение на час Ну и все, теперь пойду дальше смотреть кино В общем, девочки, у меня так хорошо Прохладно На улице 34 градуса Но мне просто очень захотелось мороженого Я сейчас попробую выйти на улицу Я не знаю Бывает так, выхожу на улицу в магазин Прихожу, а морда вся красная Когда вот такая сильная жара И аж пульсирует в жилах кровь Я не знаю Так плохо жару переношу Ну, в общем, рискну сейчас Быстренько метнусь У меня магазин рядом с домом И я прям хочу купить мороженое За кабачками не побежала За мороженым побегу Но вернусь Посмотрим Нормально я приду Или ненормально я приду Фух, девчата Я сгоняла прямо в магазин Можно сказать, мухой слетала Честно говоря, от моего подъезда До магазина Буквально там за угол завернуть Я так быстро Не бегала вообще в магазин Никогда Ну, немножечко покраснела Чуть-чуть Я даже по тенечку там Быстренько мелкими перебежками Не успела, в общем, покраснеть Караул вообще Купила мороженое Своё любимое Вот такое вот мороженое Филевское пломбир Свежее молоко Но оно очень вкусное Во-первых, тут шоколад вкусный И сам по себе пломбир очень вкусный Я уже не первый раз такое мороженое беру Соблазняю вас Сейчас побежите тоже за мороженым Не первый раз беру мороженое Такое, мне оно очень нравится И в общем Беру уже вот его постоянно Ну, другие беру иногда Ну, как-то вот на вкус Сам пломбир вкусный И шоколад хорошенький Прямо одно съедаешь И хочется ещё одно съесть Но много нельзя Пока я бегала Моё овощное рагу уже доварилось Оно уже готово Я зашла домой Здесь прохладно И пахнет очень вкусно Этим овощным рагу Но я рагу поем позже Мороженое хочу больше Поэтому мороженое сначала поем А потом уже буду позже кушать Ну вот, овощное рагу у меня готово Вкуснятина получилась Необыкновенная Сейчас немножечко остынет И буду кушать Вот, я хочу, наверное Это видео на этом закончить Я хочу его уже смонтировать И выложить до приезда дочки Чтобы оно уже было у меня готово Если что-то будет интересное Я сниму Но это уже попадёт в следующий влог А на этом я своё видео заканчиваю Кому моё видео понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И до новых встреч Пока-пока Пока-пока